Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых трансферах, связанных с российским чемпионатом. И поболтаем об Антоне Миранчуке, который, так же как и брат, этим летом нашел себе новую команду. Нашел себе команду за рубежом, Алексей сменил Аталанту на Атланту, что, конечно, доставило всем. Ну а Антон в этом плане, наверное, был не так интересен в плане каких-то языковых пересечений и в плане названия клуба. Но, тем не менее, он перешел из локомотива в Сьон. Кстати, в ту самую швейцарскую команду, где в свое время очень неплохо, на самом деле, выступал наш соотечественник Митрюшкин. Который, кстати, потом и в локомотиве оказался, так что здесь какую-то параллель тоже можно провести. Митрюшкин тогда стал даже капитаном Сьона на некоторое время. В общем, показал себя неплохо, и, возможно, на фоне этого швейцарцы и решили, что нужно дать возможность и этому русскому показать себя. Давайте обсудим, что означает переход Миранчука в Сьон, сможет ли он оттуда стартовать куда-нибудь еще, в какой-нибудь другой коллектив, и насколько перспективно вообще вот это продолжение карьеры в Швейцарии. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, во-первых, хотелось бы отметить, что швейцарский футбол, это, конечно, вещь специфическая. Он сильно проседает на фоне соседей, типа Италии, Франции или Германии. Наверное, даже провисает на фоне тех же самых австаяков. Но считать, что это какой-то откровенный колхоз тоже не стоит. Швейцарские клубы периодически могут задать жару, в том числе и в Еврокубках. Поэтому здесь чемпионат сам по себе достаточно приличный. Может быть, уступает российскому, но тем не менее. Для Антона это тоже хороший вариант. Это не откровенная провинция в футбольном смысле. Если говорить о финансовой стороне сделки, то здесь достаточно любопытные инсайды есть. Что Миранчук получит чуть ли не самую большую зарплату в Швейцарии в плане футбола. 1 миллион 200 тысяч евро. Вот так вот, на секундочку. В рамках того самого Сьона. Крутой контракт. Ничего не скажешь. Далеко не всегда наши ребята за рубежом получают такие бабки. Поэтому здесь, я думаю, даже в плане финансов. Перейдя из российского клуба в зарубежный, Антон вряд ли сильно что-то потерял. И здесь есть еще один важный финансовый нюанс, о котором говорят многие журналисты-инсайдеры. Что Сьон, конечно же, рассматривает Миранчука как усиление для своей команды. Сейчас Сьон на шестом месте. И, скажем так, им есть куда расти. А Миранчук, ну, по меркам Швейцарии, будет почти что звездой. А может быть и просто звездой для местной лиги. И тут, конечно, такой специфический нюанс. Я не люблю ориентироваться на сайт Трансфермаркта. И в сотый раз скажу, что это не истина в последних инстанциях. И это даже не тот сайт, который оценивает качество игрока. Он оценивает его ликвидность и финансовую состоятельность на трансферном рынке. Но, тем не менее, любопытно, что Миранчук, который стоит сейчас 6 миллионов по версии Трансфермаркта, он стоит почти столько же, сколько и весь остальной Сьон. Это не показатель того, что он круче всей остальной команды, но это любопытный нюанс. То есть для Сьона это усиление и для Сьона это возможность, ну, как следует, прокачаться в атаке в этом сезоне. Но еще один важный нюанс, то, что сейчас отмечают многие инсайдеры, что Сьон рассчитывает на Миранчука, как на финансовый актив. И дальше его попытаются продать в российские клубы, либо в Италию. Не знаю, с чем связан интерес итальянцев, может быть, с тем, что Миранчуков перепутали между собой. И швейцарцы, и хитрые дельцы как-нибудь попытаются объяснить, что это тот самый Миранчук, который за Аталанту играл. Ну, может быть, что-то и выйдет. Это, конечно, будет сложно, но, с другой стороны, среди спортивных директоров в СРА встречаются идиоты. Праде, тот же самый из Фиорентины, которому всучили Кокорина, как хорошего нападающего. И главным доводом в пользу Кокорина было то, что Манчини и Капеллу его похвалили. Короче, я здесь в Италии могу всякое представить, поэтому, может быть, швейцарцы вот так вот своих соседей-итальянцев как-то попытаются развести на бабки. Ну, либо, может быть, просто родство Алексея и Антона будет дополнительной рекламой для него. Не знаю, посмотрим. Но смысл в том, что рассчитывают продать его в Италию, либо в Россию. С Россией все куда банальнее. Для нашего чемпионата отечественные исполнители высокого уровня в рамках нашего горячо любимого всеми лимита на легионеров это большой плюс. И вспомните, например, Эдгара Севикян. Кстати, половинчатого легионера, который все-таки за армянскую сборную выступает, но в рамках нашего лимита не попадает под ограничения. Так вот, Севикян переехал в Ференсварэш, венгерский. Нельзя сказать, что он там что-то показал очень крутое. Но зато венгры получили классный актив. И сейчас они отправили Севикяна в локомотив, тот самый, бывший клуб Антона Миранчука, отправили на правах аренды с возможностью выкупа за 4 миллиона. Поэтому здесь может быть и Антон Миранчук, такой же актив для Сьона. Сейчас ему дадут поиграть, дадут набить хорошую статистику. Если Антон не будет травмироваться, дай-то бог, это главная его проблема травмы. Так вот, если он обойдется без повреждений, я не удивлюсь, что он и хорошие цифры покажет в Швейцарии. А там можно выставить счет на несколько миллионов евро. Сообщается о том, что отступные за Миранчука будут 6 лямов. Ну, то есть, можно будет серьезно обогатиться за счет того самого Антона. Так что здесь и с финансовой точки зрения все интересно для Сьона, даже с учетом огромной зарплаты Миранчука. И с точки зрения футбола тоже наверняка принесет немало пользы. Главное, не травмироваться. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Мага-01. Профессор, спасибо вам. Дамы и господа, вы лучшие.